Синоптики прогнозировали аномалию холода Казалось не только по температуре, но и по осадкам Так, например, на сегодняшний день выпало всего 6 мм осадков И это за 3 недели марта В то время как месячная норма для этого месяца составляет 38 мм И этот фактор также накладывает свой отпечаток и на количество снега, которое мы наблюдаем сейчас на улицах У нас снег перестал накапливаться В настоящее время у нас наблюдается даже убыль снежного покрова И правда очень медленная убыль снежного покрова И виной всему тот характер погоды, который установился у нас в последнюю неделю В настоящее время погода нашего региона, республики Татарстан определяется антициклоном Именно он разгоняет облака над нашими головами И формирует условия, когда днем столбики термометра в положительной графе В то время как ночью они опускаются ниже нулевой отметки Так не происходит интенсивного таяния снега Так, для примера, за последние два дня мы потеряли всего лишь один сантиметр снежного покрова И, конечно же, интенсивное таяние снега прогнозируется лишь, когда устойчивый переход через нулевую отметку произойдет В норме это происходит в последних числах марта И в этом году наиболее вероятно это произойдет в сроке близкие как раз к климатической норме Начало весны уже, как очевидно, для всех теплое Что касается апреля, в этот месяц зима начнет окончательно сдавать свои позиции Полное исчезновение снега ожидается лишь во второй или третьей декаде апреля Можно найти много примеров, связанных с погодой К примеру, считается, что если зима снежная, то весна будет теплая А если морозная, то весна наступит раньше А лето и вовсе будет жарким Если много сугробов, тогда можно ждать весной половодия А летом богатый урожай Все эти предсказания были придуманы, опираясь на многолетний опыт народа И стоит сказать, что в них есть доля правды Елизавета Газизянова, Арина Пятнова, Универ Новости